Сейчас мы находимся в верхней части реки Сетуйка. Выше прудов солнцевских, возможно, я неправильно говорю название, но я пытаюсь подойти непосредственно к самому порталу пруда, в который впадает Сетуйка. Идти тут достаточно неудобно, потому что это очень елистое дно. Вот передо мной камера, а за ней уже находится пруть. Вот там хорошо видно уже уличное освещение и такая небольшая камера. В речках можно встретить пересечение с городскими коммуникациями. Вот первая камера на нашем пути. Достаточно свежие лестницы. Тут небольшая глубина заложения. Следующая на нашем сайте. В процовье. Или еще свет. Тебя подержать секундочку. Сейчас перерезу и возьмите$ч. Осторожно, не переживай. Да я вижу, я вообще не знаю, что я не знаю Сейчас ты его подержишь и достанешь Дальше ногу Дальше еще Сейчас я тебя возьму, погоди Неутобно же Хоть блесницу сделаю Еще одно пересечение с городскими коммуникациями Преодолевается Вот таким вот образом Знаешь, как мы далеко от машины? Я бы не отказался даже на чем-то проехать Я бы даже не отказался воспользоваться общественным транспортом Чем-то пехать Мы подумали, что вы инопланетяне Ну конечно, так оно и есть Может быть, не было никого А вы, ну не влазили здесь Вы где-то в другом месте Да А вы эти туристы, которые ходят в другом Да, да Да? Путешественники Как называется это ты? Диггеры Слушай А правда такая хуйня, что там такие крысы и как кошки Нет Нет такого Давай закрываем Главное фонарь туда еще Я ехал в Москве, там уже такое Это все вранье, да? В ютубе там такие крысы и кошки делают Нет такого? Это монтаж Так, а как мы его уроняем? Так, владею А страшно? Все, я сейчас нахожу Страшно? Нет, нормально Интересно Если пройти километр Пройдя приличную часть коллектора В верхней течении сетами Спустя несколько дней Мы решили осмотреть камеру слива с пруда Чтобы убедиться, что именно с нее Начинается нижнее течение Неудобство заключалось в том, что попасть в камеру Можно было только спустившись в ее Со стороны самого слива Для этого надо было перелезть через шиберные затворы За которыми цепла вода И изначально не было ясно Какова крабина воды в самой камере Делать это пришлось под удивленные взгляды Похожих и отдыхающих в другом земле И тут можно спуститься Там даже площадка есть Только я не знаю Шак обратно Ну, это вопрос А глубина там как дальше? В принципе Что я хотел увидеть, я увидел Ну, что там? Перепад, грязь, три трубы Там дальше перепад и потом труба Сложность заключалась в том, что под ногами не было точки опор И приходилось держать равновесие Откроясь только руками на шиберные затворы Рискуя, потеряв равновесие Выпасть вниз под мощный поток воды Либо, перевесившись через шибер Свалиться в путь В этот раз я не стал спускаться в камеру слива Но позже мы побывали здесь еще раз Уже в забронах из фотоаппарата И снова мы вернулись в сетон пол На сей раз задача не просто пройти водопад А подняться на него с техникой И поснимать камеру сверху И понять, куда идет эта дренажная канализация Которая находится над 7-метровым перепадом Мы приближаемся к первому повороту И сейчас мы идем именно по коллектору реки Сетонка Которая впадает в одну из наиболее крупных московских рек Реку Сетонка Зачем мы к первому повороту в первой камере И сейчас мы подходим к интересному месту К развязке дренажной канализации И к самой реки Сетонке В этой камере расходятся два коллектора Собственно, сама Сетонка вытекает вот из этого коллектора Получается своеобразный коллектор в коллекторе То есть речка течет вот из этого коллектора И на продолжении ближайших 600-700 метров Она полностью убрана вот в этот коллектор А в основном, в основной части коллектора Вот здесь вот Течет дренажная канализация района Которая как раз идет от того водопада Куда мы сейчас и направляемся И по этому долобу она направляется на частые сооружения Которые находятся буквально в 50-100 метрах отсюда Такая вот не совсем обычная речка Не совсем обычное реченье Где разделено основное русло речки И дренажная канализация Камера, где Сетонка течет Вот в этом декорном желуде коллекторе В каждой камере встречаются такие смотровые колодцы Доступ через который возможен только с улицы Вот там видно сейчас лестницу То есть Сетонка полностью отделена от основного русла А это уже колодец В основной аэропол дренажной канализации Ну и периодически встречаются вот такие вот Живописные формы жизни Такие множественные наросты В следующей камере встречается такой же смотровой колодец Только уже сделанный здесь причем забутовкой То есть очевидно отсюда раньше был доступ из этого коллектора Из ливневого коллектора Вот маленький коллектор Сетонки А так камера типовая, точно такая же С такими же живописными наростами Причем судя по этому мусору Сильные дожди Коллектор заполняется почти полностью А вот так вот из конструкции коллектора Сделаны отводы для грантовых вод Очень похожая схема используется при строительстве дренажной стройки системы Каких причудливых узоров Доносов Разных Несчастных встретишь в речке А сейчас мы приблизились к живописной подключке Достаточно мощным Перед тем как продолжить наш путь к водопаду Мы решили осмотреть перемыкающую подключку Которая по всей видимости являлась выводом дождевой канализации с другой стороны дороги Вот так прошли мы небольшой участок этого рачника Вот основного русла оказались в первой камере И здесь встречается Такой смотровой люк Тут глубина порядка 5 метров, наверное Люк в люк Хотя я думаю, что этот люк просто с улицы провалился И еще один смотровой колодец Достаточно глубоко Пойдем вперед Тут уже совсем рачная труба И гил Который начинает засасывать Если останавливаешься Попробуем пройти хотя бы До следующей камеры Прошли мы еще немного До еще одной камеры Она оказалась похожей на предыдущую Только с одним смотровым колодцем Очень неприятное ощущение Пытаюсь себя снять сверху Ил засасывает Но самое неприятное, что Со дна поднимается болотный газ Который хорошо ощущается Мы находимся в первой камере Если смотреть по течению Мы сейчас находимся в первой камере Где как раз Светленька Смыкается Сливневым коллектором района Выглядит это все вот так вот Слева Течет река Сетленька Вот из того коллектора Течет она с пруда С верхнего течения Коллектор, который находится справа Сейчас мы у него отправимся Это и есть Ливневый коллектор района Сейчас нам придется проразить Порядка 300 метров Полукилометра Причем уровень коллектора Будет понижаться По мере того, как мы будем Удаляться от этой камеры А это очевидно Прямо труба Тоже какая-то из Ливневых коллектор районов Только меньшего диаметра Меньшего масштаба Ну и сама камера выглядит Вот так вот Ну а мы сейчас отправимся Вот тот рачник К водопаду Внутри большой, но не очень Там он должен перекатать так, что Еще далеко Метров может 200 Это самый большой водопад Подземный в Москве, ребят Это Сетленька И сейчас у меня стоит задача Не уйти под воду Вместе с тем Это Сетленька Это Сетленька Это Сетленька Осторожно Заливает Я пошел к нам Мужчину ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Наверху сложность заключалась в том, что надо было перешагнуть с балки, на которой я стоял, внутрь коллектора. На скользкое дно, но почти 8-метровой пропастью. Расстояние же между балкой и коллектором составляло порядка одного метра. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Это съемки уже со следующего, второго по счету штурма водопада. В предыдущий раз мы пришли неподготовленных. Без герма-мешков у нас не было возможности поднять на перепад технику без риска ее залить. Поэтому мне пришлось возвращаться обратно тем же путем. Только обратная дорога оказалась намного сложнее. Одно дело было перешагнуть с балки в широкий коллектор, держась для равновесия рукой за его верхний край. И совсем другое дело перешагнуть обратно на балку шириной не более 10 сантиметров и не имея ни одной дополнительной точки опоры. Это было действительно страшно и заняло немало времени, чтобы определить для себя наименее бесполную траекторию движения. А теперь в нашем распоряжении был герма-мешок, в который была упакована вся техника. Мы принесли с собой широкую доску на случай, если не найдем волосных луков из верхнего коллектора, и нам придется возвращаться снова через перепад. И теперь предстояло поднять на перепад все наше снаряжение. Штатив, давай, потом я тебя вытаскиваю. Все-таки нам удалось преодолеть этот перепад. Самое сложное здесь, конечно, не пройти глубокую камеру и не забраться под мощность струей воды по лестнице наверх. А самое сложное, это перешагнуть над 7-метровой глубиной, пройти вот эту бездну над водопадом. И вот она камера сверху. Конечно, на видео не ощущается эта высота. А дальше идет вот такая ремневка. Полутораметровая труба с чистой водой. Здесь сухая подключка. И на протяжении всего этого рачника достаточно часто встречаются камеры. Мы уже прилично отошли от перепада. И наткнулись на одно достаточно интересное место. Вот такая не совсем традиционная, не совсем стандартная подключка. Полностью из стали или чугуна, наверное, стальная вот все-таки. А в конце этой подключки заканчивается она решеткой, которая выходит на улицу. Голубина здесь небольшая. Порядка метров трех. Ну и в этот раз нам не удалось дойти до самых истоков. Вернувшись сюда еще раз, мы прошли несколько сотен метров выше по течению от этого места. И уперлись в камеру, выше которой коллектив был затоплен более чем наполовину. Всего вам самого наилучшего! Оставайтесь с нами на канале, будет еще очень много всего интересного. Не забывайте подписываться и ставить лайки.